Добрый день! Мы знаем, как все делается. Хотят ли это сами владельцы животных? Об этом мы сегодня и поговорим. Хочу представить гостей нашего эфира. Это Дмитрий Нечаев, член комитета по социальной политике нашей городской думы. Мой коллега, редактор нашего медиахолдинга. И плюс большой любитель и защитник животных. Это Александр Якименко, кинолог. Добрый день! И Николай Морозов, тоже наш известный в городе зоозащитник. Добрый день! Господа, вот сразу, да, я знаю, вы все любите животных. Вы владельцы животных. Поэтому вот к вам вопрос. Нужна вообще, на ваш взгляд, маркировка? Роман, надеюсь, что и вы тоже любите животных. Ну, я не владелец, поэтому я как-то тут немножко можно исправить. Что касается маркировки, вот верно, Роман сказал, что все-таки это не чипирование, а маркировка. Потому что маркировка предполагает различные варианты мечения животных. Это могут быть и бирки в уши, это могут быть и действительно вот эти электронные чипы, которые уживляются с помощью шприца под кожу. Это может быть и какой-то адресник на поводок, на шейник собаки. И другие есть варианты маркирования животных. И, конечно, вот эти татуировки на обычном породиусе. Кто владеет породистыми собаками, практически все они татуированы. Значит, что касается нужно, не нужно. Это очередная попытка, надо сказать, что инициатива была Минсельхозом Российской Федерации предложена. Очередная попытка организовать, ну, такое, мы надеемся, на лучшее, что достойное системное обращение с животными сделать так, чтобы их можно было устанавливать, идентифицировать. То есть, в целом, это идет все в продолжении, наверное, 498-го федерального закона, который был принят в самом конце 2018 года. И многие нормы закона, которые уже вступили и не вступили еще в силу, они как раз предполагают обязательное маркирование животных с тем, чтобы можно было вообще выполнять эти нормы закона. Конечно, если эти нормы будут приняты и маркировка животных, маркирование будет проведено, то, конечно, в принципе, в идеальном варианте это облегчит жизнь и владельцам животных, и надзорным органам, и муниципальным службам, облегчит работу с животными и домашними, и безнадзорными животными. Кое-где в некоторых регионах нашей страны, ну, в каких некоторых, ну, например, в Севастополе, там уже это, ну, в таком начальном варианте этот опыт применяется, ну, первые есть положительные шаги, есть положительные результаты, есть много, конечно, еще критических моментов. Я бы сказал, что те страны, где этот опыт уже применен и давно действует, вот вкупе с другими мерами, соответственным отношением к животным, с созданием достойных условий для содержания животных, вот вкупе с остальными мерами, он такой дает эмерджентный эффект, ну, как такой совокупный, где уже можно более комфортно владеть животным, и более комфортно за ним ухаживать. Ну, и давайте сейчас другим дадим слово, чтобы мы эту тему разобрали. Конечно, обязательно. Господа, вы что думаете? И дамы? Наверное, очень правильно было сказано словосочетание в идеальном варианте, потому что, к сожалению, идеальный вариант и реальный мир у нас достаточно сильно расходятся. И действительно, маркировка животных, ну, в частности, собак, да, давайте сейчас поговорим о собаках, она уже есть. Как правильно было сказано, все породистые животные практически все являются клейменными. В России? В России, в мире это, в общем-то, одно из обязательных условий при регистрации помета, который от породистых родителей, сродословной и так далее. Также сейчас уже достаточно широко распространено чипирование, но существует и за рубежом, и в России. И в России тоже уже достаточно широко распространено чипирование породистых животных, породистых собак. Но речь идет про ответственных заботчиков. Да, ну, естественно, я сейчас говорю, мы говорим про идеальные миры, да, реальные мы, конечно, разносим. И плюс породистых этого края собака. Ну, естественно, в этом есть большие плюсы, да, то есть мы уже неоднократно поднимали на предыдущих передачах тему об ответственном отношении, об идентификации животных, об идентификации животных в различных нештатных ситуациях, там, нападения, покусы, пропажи животных. Естественно, во всех этих ситуациях это здорово облегчает поиск владельца, поиск того, кто ответственный за происшествие. Но, тем не менее, те люди, которые занимаются поиском пропавших животных, вот Николай, я думаю, об этом скажет, те люди, которые занимаются расследованием в различных ситуациях, связанных с безответственным отношением владельцев, они знают, как зачастую непросто, даже имея клеймо или чип на животном, найти действительно его владельца. Потому что и в России, и в мире не существует единой базы, в куда бы заносились вот эти вот идентифицированные животные. Этих баз достаточно великое множество. Баз клейм вообще дикое количество, баз чипов чуть-чуть поменьше, но, тем не менее, есть как базы международные, не одна их. И есть базы, которые в каждой стране, там, в Украине своя база и так далее. Соответственно, эта задача, конечно, несколько упрощается с наличием клейма и чипа, но все-таки не становится тривиальной. Николай, а вы что думаете? Я думаю, что рано радоваться, на самом деле. Ну, пока не радоваться, мы обсуждаем даже, что это такое. И все телезрители это знают, в том числе и владельцы животных, самое главное. Я бы так сказал. Это, на самом деле, вымученные поправки, подготовленные Минсельхозом. Просто, ну, Минсельхоз уже долбили, долбили по полной программе, что, ну, слушайте, сколько можно, да, что федеральный закон об ответственном обращении с животными вообще, в принципе, будет очень трудно и очень плохо работать без учета маркирования и идентификации животного, да. Поэтому вот это поправки федеральной законной ветеринарии, подготовленной, это действительно такой уже вымученный момент, да. И сразу могу сказать, что довольно-таки большое количество критиков и среди зоозащитного сообщества, и даже среди представителей Государственной Думы, да, тот же самый Владимир Владимирович Бурматов, он, ну, мягко говоря, не очень, это представитель комитета по охране окружающей среды. Он тоже не очень лестно отзывается об этих поправках, потому что, опять-таки, у нас все скатывается в такую, ну, общую материю, да. Опять там встает вопрос о маркировании рыбок, черепашек, там, рептилий и так далее. То есть, ну, про пчел вроде пока ничего не говорят, но факт остается фактом. Николай, я вас прерву, у нас телефонный звонок. Здравствуйте, слушаем вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый день, у меня есть пожелание-просьба. Слушаю вас. Состоит она в том, что я живу в частном секторе, и, естественно, у нас очень много домашних животных, которые не типированы. Говорить там о том, что они на поводке или с намордником вообще не приходится. Меня больше всего волнует то, что люди, заводя даже породистые животные, например, какую-нибудь маленькую чихуахуа, это крайнее, что я видела, чихуахуа не подлежит должному уходу, естественно, она не типирована, вся блохастая с порванными, разодранными боками, ее маленькие носки, веточки, сломанная нога. Я попыталась ее поймать, чтобы отвезти к ветеринару, ну, помочь, может, как-то, но не смогла совершенно это сделать. Потому что, естественно, я чувствую себя для этой собаки, а владельцев не интересует, что происходит с животным. Меня интересует, к кому в таких случаях можно обращаться, животные не типированные, кого найти ответственного. Спасибо вам большое за вопрос. На данный момент никого. Здесь вариант только обратиться к волонтерам и попробовать как-то решать эту ситуацию. Собственно, это и предполагается в идеальном мире решить маркировкой, чипированием и так далее. Возможность найти однозначно вот этого ответственного. Даже если будет она чипирована и будет установлен владелец, хозяин, то тут тоже возникает вопрос, что дальше делать. Ну, понимаете, да, в любом случае... Куда человеку, вот она сейчас слушает, куда человеку, вот переживай собачку-то, куда вот ей можно написать, обратиться? Ну, можно к нам в инициативную группу, мы во всех социальных сетях есть, можно туда обратиться, попробовать, да, инициативная группа по защите животных, да, там, дверь, холопа... Найдите в социальной сети инициативную группу по защите животных и напишите. У нас сейчас реклама, Николай, снова извиняюсь, что вас прерываю. Три минуты, не переключаясь, мы говорим сегодня о чипировании маркировки животных. Итак, мы снова в прямом эфире, это прямой эфир, программа «Тема дня», мы говорим о том, что в России планируют вести маркировку домашних животных. Звоните нам по телефону 3190, высказывайте свое мнение, нужно это или нет, и кого нужно маркировать. Николай, я вас извиняюсь, перебил? Да, да, так вот, все-таки начинание, конечно, это благое, вот, и это должно быть обязательно, мы все равно к этому придем рано или поздно, к этому пришли, в принципе, все государства, но вопросов, конечно, очень много на данный момент, да, то есть и в сроках принятия этих поправок, и в их реализации, как это вообще все будет выглядеть. Например, опять я вспомню Владимира Владимировича Бурматова, да, депутата Государственной Думы, который говорит, я вот, и поправка, кстати, тоже это предусмотрено, различные варианты мечения, да, животного там, ошейник, татуирование, да, либо там, бирка и так далее. А я, например, являюсь ярым противником различных вариантов мечений, например, кошек и собак. Вы? Да, я выступаю только за чипирование, исключительно за чипирование. Почему? А я объясню, почему, потому что альтернативные варианты, да, вот, допустим, размещение бирок, там, да, каких-то идентификационных номеров на, там, ошейниках и так далее, во-первых, позволяют злоупотреблять, да, то есть что мешает, грубо говоря, снять этот ошейник с этим номером, да, и выкинуть, соответственно, собаку на улицу. А татуировка? Перебивают. Перебивают, вообще не храбо, конечно. Дальше, следующий момент. Бирка, допустим, на ухо, да, тоже очень хороший вариант, замечательный, но, например, наше управление ветеринарией сейчас активно занимается именно вопросом по регулированию численности безнадзорных животных. Я вот недавно там присутствовал на этой встрече. И, например, руководитель нашего управления ветеринарией, да, он точно так же высказывается за чипирование, говорит, потому что, ну, собаки передвигаются по улице, они дерутся, они там, там, лазают. Под заборами, да, там еще где-то. Дмитрий просто обмолвился, я лично не так представлял, ну, я не в ладе собаки, я думаю, это такая вещь. Да, я быстро, то есть чип где-то, ну, да, чип примерно стоит сейчас на данный момент от 80 до 200 рублей, там, в зависимости от поставщика. Это, собственно говоря, небольшая капсула, да, собственно говоря, с уникальным 15-значным кодом, да, который применяется на территории всего земного шара, да, собственно говоря, это 15 цифр, которые хранятся. И, соответственно, ну, действует по принципу RFID, да, то есть, ну, грубо говоря, считыватель подносишь, да, и, соответственно, он там считывает, собственно говоря, номер. То есть, он вживляется непосредственно в область холки. Значит, процедуры это, ну, относительно нетравматичные, да, наверное, даже менее травматичные, чем, например, татуирование. Ну, это, как правило, шприц специализированный, соответственно, вводится под кожу, соответственно, загоняется чип, да, грубо говоря. Значит, дальше, то есть, это вот внесение в какую-то базу, собственно говоря, привязка к конкретному там владельцу, да, указание там животного, то есть, это может приводиться с 5-6-недельного возраста, да, например, в некоторых странах вообще вакцинация животного считается недействительной до момента чипирования и регистрации. То есть, сначала проводится чипирование, а потом уже, соответственно, проводится вакцинация, да, грубо говоря. То есть, опять-таки, чип позволяет, ну, более унифицированно, наверное, создать такую базу, да, единую, грубо говоря, животных, да, потому что, еще раз повторюсь, ну, например, та же самая ситуация с потерей собаки. Ну, вот, нашли там чихуахуа или еще что-нибудь, у нее в качестве там мечения выбран там ошейник с номером, сняли этот ошейник. Ну, соответственно, человек там видит, что это его собака, да, пытается доказать, как он будет доказывать, только косвенные доказательства, какие там фотографии, там, ветеринарный паспорт, еще что-то. На вопрос, примет это суд, будет ли этим заниматься правоохранительные органы, вопрос очень спорный. Нет, конечно, чип это не панацея, прям, вообще от всего, да, и там не решает всех проблем. Но, например, вот в моем понимании чипирование, наверное, это наиболее оптимальный вариант. И, ну, по крайней мере, вот у меня все вот мои домашние животные чипированы на 100%. То есть, все как бы сделано, выполнено. Можно сразу несколько таких скептических замечаний? Полностью, во-первых, поддерживая Николая и управление по контролю в сфере ветеринарии, наше областное, по поводу введения чипирования, да, это однозначно достаточно радикальная мера. Но сразу возникает несколько вопросов. Первый вопрос. Кто будет считывать эти чипы? То есть, предполагаю, вообще, кто будет следить за исполнением этого, возможно, если будут эти приняты поправки? Вот вы, я себе с трудом представляете. Не знаю. Вот многие, например, вопросы, смотря в какой сфере лежит проблема. Одно дело, произошел инцидент с собакой. Ну, кого-то покусал, там кто-то недовольный и так далее. Вряд ли здесь ветеринария. Здесь скорее к участковому будут обращаться. Представьте себе такого участкового Иванова, лейтенанта со считывателем этих чипов. Только этого ему еще и не хватало. Будет он ходить с этим считывателем. Ну, дубинка, наручники, там, пистолет. Вот. Я с трудом пока себе это представляю. Либо надо какую-то зоополицию отдельную водить. До этого нам еще как до созвездия. Я думаю, что в этой ситуации обращение в ветеринарную службу установили идентификацию. То есть, понимаете, ну, представьте себе, во дворе произошел инцидент. Собака бегает, кого-то кусает за пятку. Тут вызывают кого? У ветеринарии нет, конечно, участкового. Участкового. И что дальше? Кто ее будет отлавливать, эту собаку? Ну, Дмитрий, сейчас управление ветеринарией на все такие резонансные случаи, такие проблемы, собственно, они и выезжают. То есть, ну, там, покусы животных, да, там, обращения, да, там, граждан и так далее. Они все равно отрабатывают, собственно говоря, все эти сигналы. Конечно, естественно, и это было много раз, и я с этой ситуацией сталкивался. Вообще, в принципе, в поправках к закону о ветеринарии вопросы мечения, да, регистрации, соответственно, животных, да, внесению там в единую общую базу данных, это отнесено именно к полномочия органов ветеринарии, государственных органов ветеринарии. И плюс еще есть, соответственно, ну, как правило, полномочий на агент. То есть, будут там либо ветеринарные клиники, либо какие-то сторонние организации, которые будут привлекаться. Вопросов, на самом деле, конечно, очень много. Еще, Николай, еще есть вопрос, только я бы не закончил. Еще есть вопрос. Чип, как мы понимаем, вживленный в холку животного, он внешне никак не заметен, да. Животные, допустим, если мы говорим про безнадзорных животных, не только же хозяйские, у нас еще большая проблема безнадзорные животные. Эти животные подлежат по новому закону, в том числе, они подлежат обязательно ежегодно или там раз в три года вакцинации, в том числе от бешенства. Как это делается? Например, вот, ну, провакцинировали это животное в семнадцатом году, поставили ему в ухо заметную пластиковую желтую бирку. Вот они бегают, эти там, допустим, сто, двести собак с желтыми бирками. Мы понимаем, что, допустим, с семнадцатого по восемнадцатый год эти животные с желтыми бирками провакцинированы. Если она бежит с этой биркой в восемнадцатом году, когда уже зеленые, например, или красные бирки, то мы понимаем, что ее нужно отлавливать и срочно вакцинировать. Как будут идентифицировать непровакцинированных вот эти сотни собак, которые по СВВ будут возвращаться в естественную среду, если она бежит с чипом под холкой? Я думаю, что все-таки нужно дублирование делать. То есть дублирование. То есть я выступаю за чипирование как основной способ маркирования и идентификации животного. А дальше, по большому счету, здесь богатая фантазия. Здесь, в общем-то, речь, мне кажется, о том, что чипирование идет как идентификация животного, а остальные способы маркировки идут о каких-то свойствах животного, нам говорят. То есть как-то вакцинировано или не вакцинировано. Я и хочу спросить, а что этот чип, он такая простая вещь, что это разве не некая флешка, на которую можно загнать любую информацию, видеофайлы? То есть разве нельзя на нее загнать? То есть чипом что-то, это только номер? Только номер, да. Это флешка с очень ограниченным объемом памяти. Это прям действительно микросхема, она очень маленькая. А зачем? Как раз для того, чтобы вакцинировать. Нет, 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 стоп. Смотрите, ситуация вся в чем? Нам нужно, вот есть транспортное средство, да. Вот мы сделали там ВИН-номер, ВИН-номер попал в базу ГИБДД, да. А дальше мы уже смотрим, проходила машина, да, техосмотр, соответственно, там нарушала она там ДТП и так далее. То есть здесь примерно приводит к той же самой аналогии. То есть мы идентифицировали, да, вот маркировали, да. Дальше, собственно, есть единая какая-то федеральная база. И это тоже, конечно, очень большой вопрос, потому что правильно было сказано, что много там баз, да. И нужно предусмотреть возможность унификации этих баз, передачу информации, да, то есть слияние там, да. Или там, я даже не знаю, вот у меня, например, кошка была чипирована непосредственно на территории Республики Болгария, да. То есть в любом случае, да, у меня тоже будут возникать вопросы, что мне нужно, перечипировать ее? Или, например, с тем же самым чипом мне нужно будет прийти там в управление ветеринарией, они, собственно, считают и проставят, да, грубо говоря. Ну, в идеальном мире, вот как раз-таки история у нас получается такова, что номер идентифицирует конкретное животное, а история этого животного, она уже пишется в этих базах. Передача от владельца к владельцу, вакцинация и так далее. Это все не имеет смысла загонять в тот самый чип, чтобы его перепрограммировать. Поэтому чип как раз-таки заключает в себе вот этот вот небольшой номерок, по которому уже вся информация. Да, это по сути ВИН, да. Да, а дальше это должна быть действительно единая база, да, где, грубо говоря, собственно, там, наверное, в каком-то, опять-таки, мы возвращаемся к идеальному миру, действительно будут проставляться вакцинации, да, когда, наверное, и частные клиники при там обращении владельца с животными, там, вакцинация, либо какие-то манипуляции с ним, действительно будут там создавать какую-то информацию об этом животном. Работать с занесением в эту базу, да. Да, и она там либо автоматически, да, там, либо вручную она будет заноситься и привязываться к конкретному животному. То есть, примерно, да, вот ситуация такова. Поэтому, возвращаясь, все-таки, ну, это моя позиция, чип, а дальше все, что угодно. Вешайте бирки, там, адресники, все, что угодно, ношенники, делайте татуировки и так далее. Потому что, ну, вот... Я бы здесь, Николай, обратился к опыту тех стран, которые наиболее успешным образом эту проблему уже решили. Например, мы знаем, что в Нидерландах, это первая страна в мире, где не было, ну, не стало безнадзорных животных, они полностью решили эту проблему. Почти полностью решена проблема, например, в Германии. Я знаю, что в Германии, помимо чипирования, где она там относительно добровольный характер носит, обязательно нельзя выходить на прогулку с животным без адресника. И это очень даже, по-моему, 30 евро у них штраф за это. Адресник, это бирка такая, обычно она крепится на ошейне, где указана, ну, можно, кличка животного, хотя кличка это не самое главное. Самый главный телефон владельца указан. По телефону владельца можно всегда идентифицировать. Конечно, если мы говорим о тех случаях, когда кто-то хочет совершить хищение животного, вот мы говорим, там, перебивают татуировки, там, срывают бирки. Да, но у нас пока больше проблема не в том, что хищение, а наоборот, возьмите только ради бога еще доплатить готово этих животных. Поэтому в основном, в большинстве случаев, особенно если идет речь о непородистых животных, то, ну, я сам периодически подбираю вот этих бездомных животных. И главная проблема, и спасибо Николаю, это пристроить это животное. Только заберите, готов доплатить. Я там делаю им там вакцинации за свой счет и так далее. Только заберите готовое, помытанное, вычищенное животное, только возьмите. Поэтому в таких случаях, конечно, не стоит вопрос о том, что кто-то его там будет похищать, срывать бирку и так далее. Еще один важный момент. Дело в том, что я практически всегда говорю плоскости о простых людях. Не о тех, кто ходит, профессионалы из ветинспекции со считывателем будут ходить, а о простых людях. Вот у меня была собака маленькая, грузил вещи в машину, вот повернулся, ее нет уже, вот она потерялась. Вот просто мгновенно, за долю секунду. Если бы она была с чипом, я думаю, что больше бы мы не встретились в этом мире. Она у меня была с биркой, с адресником буквально. Я побежал там по всем дворам ее искать. Мужики говорят, беги туда, другие говорят, беги туда. И увидели ее. Мне, наверное, секунд через 40 раздался звонок. Позвонили люди, говорят, держим, идите сюда. Она убежала, понимаете? Если бы у нее был чип, я думаю, что никому в голову бы не пришло где-то там искать в холке чип какой-то. То есть я бы ее, наверное, не увидел. Она попала бы, я даю бог, в добрые руки, потому что она породистая, и все было бы у нее хорошо. Телефон, он позволяет гораздо большему количеству людей в случае утери животных, но если это добросовестные люди, то просто мгновенно найти их владельца без всяких чипов. С чипом это уже сложнее. Им придется знать о том, что, возможно, она чипирована. У нас еще культура просвещения очень слабая. Это еще наши задачи. Конечно. Это нужно будет догадаться, что, наверное, есть чип, повезти ее куда-то в ветеринарную инспекцию, где-то идентифицировать, через них найти владельца. Это значительно усложняет. Чип нужен обязательно. Это радикальный способ. От него не избавиться, его не выковырять, ничего. Но это уж есть совсем кто-то изощренный. Поэтому чип нужен. Но то, о чем и Николай сказал, я за то, чтобы он обязательно дополнялся наглядным, наружным каким-то средством, способом идентификации. Потому что я предполагаю, что 80% истории будет связано с добросовестными людьми, которые найдут и захотят вернуть владельцу. Кто-то за вознаграждение, кто-то без вознаграждения. Но это уже второй вопрос. И это будет элементарно сделать. С чипом еще очень много вопросов. В любом случае, мы должны, конечно, обязательно говорить о дублировании. Потому что в ситуации, когда маленькая собачка потерялась у дома, мы имеем абсолютно одну историю. А в ситуации, когда охотничья собака в гоне ушла и сорвала все ошейники, обцарапалась вся об ветке, мы имеем совершенно другую ситуацию. И возвращаясь еще к вопросу клеймения. Мало того, что клеймы перебивают. Это история, когда это делают действительно намеренно, нацелено. По сути, перепродажи каких-нибудь суперпородистых собак. Клейма, к сожалению, с возрастом у собак очень становятся нечитаемыми. И люди, которые находят этих собак, там действительно ты сидишь и гадаешь, 8 это B или H, например. Это зависит от качества клеймения, конечно. Но тем не менее, очень многие клеймы становятся нечитаемыми. И все-таки действительно в плане организации самого процесса клеймения все-таки несколько более болезненный процесс. Чипирование скорее сравнимо с вакцинацией. И, в общем-то, мы на нашей площадке, на ФСПСе, мы действительно занимаемся чипированием животных. У нас все официально, с занесением в базу. Вот, пожалуйста, как пример, кто этим может заниматься. Да, все официально. Это действительно нечто наподобие вакцинации. Это специальный шприц, который это вводит. И, в общем-то, внимание на то, что что-то там произошло, что-то ввели на долю секунды, обращают только те собаки, которых, ну, они, в принципе, нервно относятся к манипуляциям с каким-то с их телом. То есть, они же и на вакцинации могут устраивать истерики. Как правило, это моментально все проходит. Единственная проблема с чипом, которую мы сегодня еще не упоминали, является миграция. Вот это действительно имеет место быть. Чип может мигрировать внутри тела живого. А, вот это, кстати, про это. Вот, да. Это просто мы сегодня об этом, эту тему еще не затронули. Он по-прежнему остается. Ну, вот самый такой памятный для меня случай был, когда чип мигрировал с холки, когда обычно вводят в область, вот, собственно, предплечья вот сюда, вот куда, да. Вот. И как раз интересовало, действительно, насколько велика вероятность, что он мигрирует? Не особо велика. То есть, иногда? Это очень во многом зависит от физиологии. Это зависит иногда от введения чипа. То есть, иногда вот бывает, что он так вводит, что он начинает мигрировать. Но это бывает иногда, но при этом он остается считываемым. То есть, как бы здесь просто нужно понимать при сканировании, что у тебя не крестик какой-то на теле собаки, куда ты должен поднести, ну, проведи-то этим сканером вдоль тела собаки на всякий случай, потому что мало ли куда оно уползло. И вот, да. И, опять-таки, немножко в дополнение к рассказу Дмитрия, как ему вернули собаку с адресником, да, такие истории очень часто, ну, даже на нашей памяти, даже в нашем городе были ситуации, когда возвращали собак чиперунных. Вот, то есть, даже в нашем маленьком городе пока это не обязательно, тем не менее, это имеет место быть. То есть, здесь обращались в ветеринарику, и, да, уже давно достаточно есть. По-моему, тогда это было, мне кажется, в Барсе, если я не ошибаюсь. И, в общем-то, сами сотрудники ветеринарной клиники предложили, а давайте мы посмотрим. То есть, люди еще, может быть, не знали об этом, сотрудники предложили, просканировали, все, пожалуйста. Ну, пока как исключение, скорее, такие случаи. Да, это как исключение, но здесь мы переходим постепенно к той теме, что нужно не просто вводить эти законы, да, и обязательно чипировать, здесь нужен некоторый такой просветительский момент. Ну, конечно, что, например, да. Что, ребята, оказывается, и так можно найти. То есть, как бы, понятное дело, что до всех мы, да, мы не достучимся, и какая-нибудь там бабушка с соседнего подъезда вряд ли будет в это дело впариваться. Но, тем не менее, очень многие люди, сейчас все-таки век информационных технологий, люди прекрасно пользуются смартфонами, компьютерами и так далее, и я думаю, что донести до них информацию о том, что в животном, может быть, вот находиться некая информация, можно. Не просто донести, а все-таки насаждать, там, я не знаю, чуть ли не каленым железом. Дело в том, что вот этот закон, который сейчас мы обсуждаем, да, вот эти поправки, они были-то вообще инициированы давно. Вообще закон, он еще до, в начале 2000-х, по-моему, даже в конце 90-х был, а в 2015 году его серьезно, ну, так, по-простому встряхнули. И докатилось это даже до нас, у нас в областном парламенте, нас тоже тогда привлекали общественников к проработке этого закона об учете домашних животных. И мы участвовали, правда, далеко не все, и самое главное, из того, что мы предлагали, не учли, не внесли, но в 2015 году в региональном законодательстве было введено, ну, такой рекомендательный учет домашних животных. Это действительно было принято, это можно посмотреть. Ну, и как ты думаешь, Роман, все, как говорится, ломанули сети регистрируют своих животных? Да ничего подобного. Про это я как раз тоже, наверное, не знаю, конечно. Никто не побежал. А твой этот Дональд чипировал? Нет, у нас, во-первых, у нас адресник на шее, это раз, а во-вторых, у нас, он, конечно, поскольку он породистый, собак, он клемленный. Но я что хочу сказать, что... А почему не чипировал? Я не вижу в этом пока необходимости, хотя, в принципе, если будет принять закон, я обязательно не сделаю. Ну, вот Николай видит, даже коты у него. Ну, я не вижу. Ну, и Владимир Владимирович Бурматов тоже говорит. Я тоже, например, для своей собаки из приюта не вижу смысла, грубо говоря, в чипировании, что я не буду вывозить там собаку никуда и так далее. Ну, я, конечно, уважаю Владимира Владимировича, но как бы все равно я остаюсь при своей точке зрения. Потому что, правильно сказали, мы все равно рано или поздно придем к цивилизованному обществу. Да, рано или поздно, наверное, в каждой ветеринарной клинике или там ветеринарном кабинете появится считыватель непосредственно для чипов. И вполне вероятно, через сеть интернет, через там, да, там, не знаю, госуслуги, через аккаунт там какой-то специализированный, у любой клиники, веткабинета будет доступ к единой там федеральной базе этих чипов, да, и там, наверное, информация будет рано или поздно донесена до человека, что если ты нашел животное, приди в любую ветеринарку, тебе просканируют, да, грубо говоря. И, собственно говоря, там, ну, как минимум, если и не скажут, да, ну, персональные данные, опять-таки, да, человека, да, я думаю, что вряд ли там имеют право распространить, по крайней мере, может быть, система оповещения, информирования владельца, да, грубо говоря, о том, что животное было обнаружено, там, этот чип был тогда-то просканирован в такой-то клинике и так далее. То есть, на самом деле, да, с учетом развития современных технологий, я думаю, что с применением именно чипирования животных вообще можно манифицировать, стандартизировать, да, вот эту вот систему и очень сильно упростить жизнь очень-очень многим и владельцам, и ветинспекцией, да, и, соответственно, правоохранительным органам. То есть, ну, все равно мы к этому придем. Согласен. Я просто, Ром, я на твой вопрос отвечаю. Пока у меня, если, не дай бог, с животным потеряется, он дважды продублирован вариант, как его можно вернуть. Просто если кто-то из злого умысла похитит с чипом, он его не поведет в ветеринарку, он просто, если ему хочется именно завладеть собакой определенной породы незаконным образом, он не пойдет в никакую ветеринарку, он просто его все прихапает и будет им владеть. А если человек хочет вернуть, то у него просто элементарный способ. У меня бирка двусторонняя, где крупно выбит телефон владельца. Все это, набрать несколько кнопок, и собака будет возвращена. Ну и плюс есть несмываемая метка, если вдруг он сорвет этот ошейник, как вот сказал Александр, или что-то с ним произойдет. Хотя ни разу у нас ошейник не срывал, никуда не пропадал. Но бывают разные случаи. Нет. Вот. Поэтому у него есть на теле вот этот идентификационный номер. Поэтому, в принципе, все варианты для возвращения собаки есть. Но я хочу сказать, что если этот закон все-таки будет принят, я просто из солидарности, из гражданской ответственности, я незамедлительно буду одним из первых, кто собаку чипирует. Вообще никаких проблем в этом нет. Не вижу. Я другую вижу проблему. Дело в том, что у нас вот это все придумывают, кстати, законы для людей и так ответственных. И так для тех, кто и так ответственно относится к животным. И, конечно, вот у меня сейчас вот что появится, закон что не появится. Он для меня почти ничего, для меня лично не изменит. Потому что у меня собака и так с идентификационными метками, и так все в этот вопрос решен. Другое дело, что есть огромное количество людей, которые, я же сказал, что в 2015 году уже было очень сильно рекомендовано, и мы делали программы на это счет, и доносили до населения, что все должны пойти зарегистрировать своих домашних животных, в первую очередь собак. Потому что нести рыбку, ставить ей чип, это, наверное, странно было бы немножко от собаки, в первую очередь, кошки в меньшей степени. Хотя тоже для них это актуально. Я тоже хочу поговорить. Сейчас поговорим. Так вот, никто практически там, я не знаю, 3% по-моему, там был эффект от этого. То есть практически никто. А самое главное, что больше всего проблем создают и сами получают безответственные владельцы животных, которые не надевают ошейники, самовыгулы организовывают, не следят. Без наморников, без поводков. Нет, ну наморники это второй момент. Дело в том, что многие считают, что наморники это нет, только для определенных пород, там их 12. Без поводков, то есть самовыгулы, где постоянно теряют животных, на прогулках, не следят за ними и так далее. Вот эти люди, я думаю, они будут последние, кто придут чипировать или как-то помечать свое животное. Вот как раз, а я хотел задать вопрос, считаете ли вы, что нужно обязательно это? Вот у тебя есть собака, ты должен сделать это. Да, иначе не будет работать. То есть, если на твоей машине не будут такой налоги снова возвращаться, нет номеров или вина, соответственно, вы понимаете, это влечет штраф. У нас очень низкая культура вообще в России владея животными. Низкая, низкая. Да, поэтому моя позиция, что это надо обязательно в норму. И штрафы ввести, вы согласны или как? Ну, по большому счету везде так и есть. Ну, за границей так? Конечно, конечно, 150 евро. Более того, вот сейчас мы упоминали недавно, помню, Николай это проскользнул, когда говорил про Бурматова, как раз-таки про вывоз за границу. Сейчас, если мы из России с нашими животными едем за границу, мы обязаны наших животных чипировать. Иначе не пустят. Не пустят. Это вот кто нас смотрит. Международная выставка. Египет сегодня, говорят, как раз. Если, да, наши крутые какие-нибудь чемпионы всероссийские участвуют в международной выставке, будь добрый чипировать. Просто на отдых. На отдых, да. Соревнования, пожалуйста, все обязательно должны быть чипированы. То есть это сейчас обязательные условия вывоза животного за границу. Недавно даже в РЖД были такие правила. Сейчас они упростили, насколько я знаю. А раньше в поезд дальнего следования без ветпаспорта, без прививок, без чипирования было не зайти. По-моему, сейчас они упростили, но я не могу точно сказать. Помните, всем известная сцена замечательного фильма «Мужики». Не помните? Напомню, нет. Вы даете собачники. Но там это как раз семья. Мама умерла. Остались трое детей. Приехал с севера отец забирать, а у них пес. Причем пес такой, просто свой родной. Они его вроде даже поначалу оставили. И там такая странная фига. Смотрели, я вам рекомендую посмотреть сцену. Что-то, кстати, я же припоминаю. Так они уедут в город на вокзал, а пес убежит. Они решили... Я вспомню. Он в итоге срезал путь и встретил их. И потом как раз организовали все как офф-поезд. И вот он бегал, этот мужик. Александр Михайлович, замечательный наш актер. То есть, замечательная сцена. Я это помню с детства. Сцену, как собаку. А фильм, я думаю, сколько лет? 81-го года. Вот так вот. И ничего практически... А правила ветеринарного учета у нас 75-го года, если что. Чтобы вы понимали. Ну вот сейчас, на данный момент, именно правила ветеринарные, которые говорят об учете животных, они далекого. С 75-го года, и меня тогда даже в планах, наверное, еще не было. Поэтому, конечно, проблемы очень сильно наболевшие. Я хотел бы вернуться к законопроекту. Он подразумевает маркирование и учет идентификацию не только кошек и собак. Да, и свиней, и крупного рогатого скота и так далее. Даже рыб. Сами знаете, сколько случаев, когда-то змею где-то нашли. Ну, правда, питон какой-нибудь уполз. Это вообще часто бывает. Ну, там чупирование точно не будет применяться. Там, скорее всего, будет маркирование именно вольеров, клеток, где они, соответственно, содержатся. Очень сложный вот этот вот аспект. А почему нельзя вот питон... Есть физиологическая особенность. В последнее время, как 498-й федеральный закон, так вот сейчас поправки вот этих вот федеральных законов о ветеринарии, они, к сожалению, оставляют поле деятельности для именно органов исполнительной власти. То есть, понимаете, есть перечень животных, грубо говоря, и законодатель предлагает именно правительству разработать список способов, методов, маркирования для конкретной группы животных, для конкретного вида животных и так далее. То есть, с принятием этого закона даже, ну, поправок в закон о ветеринарии, мы еще, скорее всего, какой-то определенный период времени будем ждать постановления правительства, как мы ждали эти постановления к 498-му федеральному закону. Со списком породных. Да, со списком животных, вариантов маркирования для конкретного вида, типа животного и так далее. То есть, я думаю, что иллюзия о том, что вот прям в сентябре и прям вот с 1 января 2021 года у нас все прям вот заработает и начнет... Нет, я думаю, что, к сожалению, так быстро, и практика, к сожалению, 498-го закона это тоже показала, подзаконные акты очень сильно запаздывают уже после даже вот принятия поправок или принятия федерального закона. Поэтому здесь такой вопрос очень сложный, да, понятно, что надо это все делать, да, и мы не ограничиваемся там только кошками и собаками. Нет, почему все-таки, я говорю, мне вот интересно, просто я лично такие, как журналист, в случае, ну, это не только в России, за рубежом, а с полшняком, как раз именно касаемо змей, потому что сама структура животного такая, что ему очень просто куда-то уползти, сквозь забор и так далее. То есть, и очень часто как раз уползает и вопрос, а чей, чей это питон? Я думаю, что те же ящерицы упали не реже, просто вокруг них меньше шуни. Может быть, хорошо, ящерица та же самая, в конце концов она тоже может быть дорогая, попугай, те же самопугай вообще могут стоить нормально, между прочим, и они очень склонны к тому, чтобы улететь, крылья не вовремя подрезал, попугай свидания, к примеру. Ну, я говорю, вот насколько я знакомился, да, с текстом поправок, то есть, именно при маркировании там рептилий, да, и так далее, речь идет именно о маркировании, собственно, вольеров клеток для содержания, да, то есть, то, что было там аквариумов, там, пасек и так далее. То есть, ну, то есть, речь шла, что если это животное, грубо говоря, там, по каким-то объективным причинам не подлежит размещению, там, средств маркировки, да, на непосредственно самом животном, либо внутри тела животного, то, соответственно, идет маркировка уже, собственно говоря, места пребывания. То есть, ну, к этому сводит все законодатели. Как это будет реализовано на практике? Ну, честно, у меня не было ни одной змеи, ни одной ящерицы. Ну, что касается птиц, там, в общем-то, вопрос уже решаемый неоднократно с этими, как кольцовыванием. Их еще пойди поймай, птиц. Я хочу больше к практической плоскости вернуться, потому что мы понимаем, что собака, кошек у нас держит каждый третий, наверное, а вот змеи, рептилии и так далее, это, наверное, там, один из тысячи. Поэтому... Ну, тем не менее, это есть. Ну, есть. Какое количество из них разбежится и расползется, это еще меньший процент вероятности. То есть, мы все-таки говорим о насущном, о том, что действительно реально требует регулирования. Это пропажа, потеря кошек, потеря собак. Все-таки 99% в первом случае... А кролики сейчас, по миру? Ну, это сельскохозяйственные какие-либо. Мы сейчас говорим про животных, декоративных кроликов. Вот, в Твери. Я лично частенько вижу, куда выгуливают кролики. Ну, чипировать кролика не представляет никакой проблемы. Да, в принципе, то же самое млекопитающее. Поэтому, вот мы говорим, больше все-таки, на самом деле, там, больше 90% это все-таки кошки-собаки. Поэтому нам главное вот этот вал проблемы решить. Уж если там где-то экзотический какой-то случай произойдет, у кого-то пропадет какая-нибудь там игуана, ну, это, наверное, весь мир там пойдет ее искать, найдут и вернут. А вот то, что собаки и кошки, это да, вот этот вопрос насущный. И еще, мы пока мало об этом сказали. Дело в том, что нужно говорить про безнадзорных животных, бездомных, безхозяйных животных. Вот тут много вопросов. Просто даже если они будут идентифицироваться, возвращаться, это уже другая страна. А куда? В приюты возвращать, которые должны у нас заработать по содержанию безнадзорных животных. Но это уже... Сейчас, кстати, вот недавно депутат Шейн от «Справедливая Россия», он анонсировал внесение... Госдумы, да. Да, Госдумы от фракции «Справедливая Россия», он анонсировал внесение именно правок в 498-й федеральный закон. То есть, как бы он форсирует события параллельно, да, именно по маркированию. Безнадзорных и именно собак, да. Вот почему-то он именно про собак говорит. Я, по крайней мере, читал его интервью. Вот. И не хотелось бы, чтобы у нас получилось, да, вот к осенней сессии, чтобы у нас получилось кто в лес, кто под рова. То есть, сейчас в 498-м федеральном законе предусмотрена ответственность приютов, которые осуществляют обращение с животными без владельца. Их обязанность по маркированию и учету, да, соответственно, поступающих животных. То есть, если сейчас туда еще вносить какие-то изменения, да, грубо говоря, то есть, я не очень понимаю, каких изменений он говорит, потому что он не приводит там текст поправок, что он хочет сказать и как он это все видит. То не получится ли каша, да, потому что, по большому счету, в принципе, логика в этом есть. Если сейчас все-таки будут доработаны, приняты именно поправки федерального закона о ветеринарии, который определит там четкий перечень, да, там, средств и там способов маркирования собак. То, собственно говоря, это будет напрямую завязано, ну, грубо говоря, там с 498-м федеральным законом. То есть, если сейчас там кашу какой-то наградить, то как бы потом не получилось вот каких-то разночтений. Потому что, ну, проблема действительно, она наболевшая, но просто вот сейчас начинается какое-то такое забегание вперед, честно говоря. У нас проблема в том, что мы вообще в целом очень сильно отстали в обращении с животными. Например, в Германии с 2002 года собаки, ну, вообще животные домашние, они приравлены, по сути дела, по ответственности к правам человека с 2002 года. До этого у них тоже все было очень неплохо. Я хочу сказать, что они уже стартовали совершенно с других позиций. У нас, к сожалению, мы пока в каком-то вообще в эпохе варварства находимся. Каменный век у нас по отношению к животным. Это и в отношении общества. У нас есть определенная часть общества, которая очень ответственная, вполне цивилизованная относится к животным. Но это немного, к сожалению. Да я бы не сказал, что немного. Просто вот эти варвары, они, такие случаи варварского отношения к животным, они гораздо более резонансные, гораздо более заметные. Вот, понимаешь, как вот если идут 100 человек с закрытым ртом тихо, а один идет орет, или там пятеро орут, то будет казаться, что много тех, кто орет. Так вот и тут. Поэтому вот таких случаев в резонансах, они обычно очень такие брутальные. Честно, на эпатаж работают вот все вот эти ролики с жестоким обращением. Это же на эпатаж, на публику, на как можно больше рассчитанное количество людей, возмущающихся. Поэтому, что касается вот этого отношения к животным, оно тоже у нас слабо сформировано. Есть определенная часть общества, ну, таких достаточно цивилизованных людей. А есть, ну, просто дикие люди, как из каменного века, сталкиваешься регулярно с такими. Поэтому, это, кстати, вот работа СМИ тоже, просветительской работой заниматься. Поэтому мы сейчас в самом начале пути от того, у нас, как вот Николай говорит, много и каши, много неразберихи, много недоработок. Но надо ориентироваться на западный опыт и с двух сторон заходить. С одной стороны, нам нужно перенимать те положительные инициативы, которые у них уже реализованы, законодательные, там, в общественном плане. А с другой стороны, конечно, заниматься, подготавливать общество к реализации этих инициатив. Потому что, то, что мы вот сейчас примем этот закон, вот мы сейчас его обсуждаем, очередной закон примем, честно говоря, у меня очень-очень-очень большие опасения насчет его реализации. Потому что, помните, да, как наш земляк говорил, что Россия славится тем, что строгость законов компенсируется необязательностью их исполнения. И в 2015 году мы, в общем-то, это уже в полном наглядном примере получили. Поэтому, кто и как это будет отслеживать, кто как-то будет контролировать этот закон, насколько реально за него будут наступать санкции, насколько реально окажется готова к этому та часть населения безответственной, про которую я говорил. А вот часть населения, мне кажется, интересует вопрос, а сколько это может стоить? Ну, Николай озвучил порядок цен. Вообще, там прописано бесплатное чипирование. Нет, 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 нет. Речь идет именно о бесплатном, о бесплатной услуге по постановке на учет. Да, то есть, все равно стоимость чипа и услуги непосредственно по чипированию, либо, да, там по мечению, так, ну, правильно назвать, да, по мечению, они все равно, скорее всего, будут оплачиваться, да? Сколько порядок сумм, как вы думаете? 500 рублей. Я думаю, что в любом случае это будет обсуждаться, но потому что и депутаты Государственной Думы, они выступают за то, чтобы это было действительно доступно для вот малообеспеченных слоев населения, да? Может быть, какая-то система скидок, да? Нет, я бы дифференцировал. Малообеспеченные пенсионеры вообще бы сделают это бесплатно за счет бюджета. Ну да, у бабушки есть собачка, для нее, может быть, и 500 рублей деньги, на самом деле. Конечно, деньги. Если у нее пенсия там... Я считаю, что вообще для того, чтобы это инициатива, прежде чем спрашивать с народа, с населения, надо сделать так, чтобы это было доступно. А то, как у нас выгул собак, выгуливайте там, где хотите и так далее. Подождите, если вы не создали условия, там, площадок для выгул специальных. В Германии, да, у них 30 евро штраф, ну, причем он такой, рекомендательный, необязательный, если собака оставляет экскременты на улице. Но у них есть места для выгола, зоны выгола, и там бесплатные пакеты висят. Это за счет налога. Да, я во Франции увидел на входе в сад. Правда, Роман, не забывай, что у них 150 евро в год, если одна собака, налог. А если две собаки, 200-300 евро. А если три собаки, там экспоненциально растет уже налог. Ну, Евросоюз к этому давно пришел, да, и я, опять же, вернусь, к счастью, к сожалению, в Болгарию. То же самое, везде стоят урны, да, собственно говоря, именно для собачьих экскрементов. У них система учета идентификации только для собак сейчас создана, да, вот именно государственная база кошек они пока не учитывают. Но в любом случае, то есть в любой ветеринарке, да, ты, приобретая собаку, должен зарегистрировать ее. Ты приходишь на вакцинацию, да, соответственно, тебя в обязательном порядке чипируют. Соответственно, ты можешь там внести базу данных вот этого чипа, да, там, в любой, там, animal ID, там, еще куда-нибудь, не важно, не принципиально. Ну, ты, соответственно, вот со справкой, да, вот с ветеринарным паспортом, с этим чипом, с подписью, там, печати ветеринара конкретной клиники, ты все равно должен прийти обязательно в управление ветеринарией, ну, местное, государственное, да, и они непосредственно именно внутри болгарскую, да, вот базу носят непосредственно собаку. Все. Если ее там нет, ты, собственно говоря, не можешь покинуть территорию Болгарии, да, потому что, ну, будут, естественно, там пробивать, проверять и так далее. Соответственно, точно так же идентификация, у них есть налог на животных, да, соответственно, могут быть штрафные санкции. То есть, ну, это вот все, что следует после этого. То есть, по большому счету, Бурматов правильно сказал, о штрафах рано говорить, но, к сожалению, наверное, мы все равно... Рано, я считаю, психология русского человека такая, что сначала правильно сказал. Нет, сначала создать условия, сначала создать условия, я считаю, что на первом этапе, поскольку мы и так, мы, в принципе, вообще в долгу, потому что мы это очень сильно запустили, у нас вообще эта проблема, мы считаем себя европейской страной, которая находится, ну, рядом с теми странами, где просто, ну, образцово постоянно с нами решен этот вопрос, и мы настолько в этом плане отстали, у нас такой диссонанс колоссальный, поэтому нам надо просто очень сильно... Я считаю, что это совершенно не те затраты бюджетные, мы на гораздо более странные вещи тратим неоднозначные, гораздо большие суммы. Поэтому на первом этапе, я вот считаю... Должен быть переходный период. Да, 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 должен быть переходный, и нужно это как-то все-таки немножко просимулировать. Вот тут о чем, говорил Николай, что это должно быть постепенно, потому что если у нас один закон будет пытаться догнать другой, ну, действительно, наверное, это будет сложновато. Здесь надо, чтобы хоть какая-то стабилизация на каждой ступеньке была, прежде чем переходить к следующей. А говоря все-таки о финансовой составляющей, вот тоже мы начали говорить, что, а кто будет сканировать собаку и так далее, куда... Мне интересно, а насколько дорого стоит этот сканер? Ведь 21 век, и знаем, как сейчас все удешевляется. То, что, ну, сотовый телефон, мы все помним, как еще в 90-х они стоили 1000 долларов, сейчас можно меньше чем за 1000 рублей купить. Смотря какой. Я понимаю, да, но тем не менее, то есть, все удешевляется все-таки, по крайней мере, на мой взгляд, то есть, насколько... Реально ли так, чтобы этот сканер можно было купить, ну, я не знаю, ну, в любом магазине для животных, к примеру? Ну, в магазине... Порядок цифры какой-то. Ну, в магазине для животных, я думаю, что он отдавает свою торговую наценку, но на известных китайских площадках торговых 1000-2000 рублей, то есть, в этом... Это действительно недорогая вещь, потому что это вещь с достаточно ограниченным функционалом. Мы видим, как мы сейчас все обзавелись вот этими дистанционными термометрами, да, и ничего, все напокупали, хотя он стоит, ну, сопоставимо. Это я просто к вопросу, когда вы начали, говорит, а кто будет устанавливать? Ну, если сканер будет у собачек, у большинства собачек и кошатников, то все... Ну, к вопросу об обязательстве, вот. Вседавить можно, если нашли собаку, а вон у Петрова есть, пойдем к нему и отведем, он просканирует, мы узнаем. То есть, я к чему, вы говорили, что кто будет устанавливать? Просто, Роман, не пугай людей, ты скажешь, в законе этого не прописываешь, кажется, в вашем режиме. И там еще просто помимо сканера все-таки должно быть доступ к базам и понимание этого, где эти базы находят. А у нас сейчас, извиняюсь, я перебью, должен быть доступ к рекламе, 3 минуты, не переключаясь. Это святое. Итак, мы снова в прямом эфире, программа «Тема дня». Мы говорим о том, что в России планируется ввести обязательное чипирование домашних животных. Господа, осталось времени не так много, мне вот хочется задать вопрос. Дмитрий, вот в начале беседы ты сказал, что в России, в Севастополе уже что-то такое внедряется. И, а Николай, учитывая, что пессимистично настроен на сроки, если говорить о сроках принятия закона, мне интересно, может ли область наша на своем уровне принять вот этот обязательный закон? Или город, например, Тверь, или Нелидово, неважно, Конаково и так далее. Если коротко, то может. Если чуть-чуть поточнее, первое, во-первых, что что-то такое внедряется. Не внедряется, а уже внедрено. В Севастополе уже не первый год, собаки безнадзорные чипированы. Это значит, что они все стерилизованы, кастрированы. У них вот они бегают с бирками в ухе. И даже я заезжал там достаточно, не в Севастополе, а в пригородах, в Крыму вообще. Я заезжал достаточно глухие какие-то ночью бензоколонки. И даже там вот в каких-то кустах глуши лежали собаки, спали с вот этими бирками в ушах. Я, конечно, не ручаюсь, что там абсолютно все они чипированы. Но второй вопрос. То есть сначала должна быть воля, ну, в таком случае региональных или муниципальных властей на это. Должна быть воля, первая. То есть они должны вообще хотеть этим заниматься. Второй момент. Это, конечно, средства. Мы знаем, что в городах федеральных, там они были, но это там сотнями миллионов измеряется. А, Севастополь-то город по населению как две. Но федерального подчинения. Это разные. То есть ты объясняешь такой прогресс, что это город федерального подчинения. Это просто я объясняю это тем, что это требует очень серьезных вложений. Поэтому деньги. Вложений, да, денег. Поэтому эти программы должны определенно финансироваться. Мы же помним, как мы создавали муниципальный приют. И как даже несчастные какие-то 6 миллионов, сколько это стоило нервов, сил пробить, чтобы вот эти деньги выделили. Ну, хорошо. Здесь суммы кратно больше. Нет, согласно документу, станут обязательно учет. То есть всего лишь, мне кажется, может я ошибаюсь, органам власти нужно издать и дикт соответствующий. А люди должны будут... Мы про разные вещи говорим. Одно дело безнадзорные животные, другое дело хозяйские. Хозяйские, да? Хозяйские, скорее всего, будут в значительной степени, ну, за счет граждан, владельцев будут. Можно на муниципальном уровне или на областном принять закон, что с 1 января 2021 года все жители Тверской области или Твери, или Удомля обязаны чип первых домашних животных? Можно. Кажется, закон можно принять любое. Почему не принимается? Я же тебе сказал, что в 2015 году был уже такое сделан. Он рекомендательный характер. Нет, не рекомендательный. А тогда нужно самостоятельно. Обязательно, иначе штраф. 5 тысяч рублей. В любом случае он не может идти вперед федерального закона. Почему? А как в Севастополе? Потому что должны быть. Да и база должна быть создана. В любом случае. Но я думаю, что без федеральных средств. Конечно. И это будет очень сложно. А потом, Ром, ты говоришь про Севастополь, опять ты сбиваешься. Я тебе говорю, что там про безнадзорных. Безнадзорные я понял. Я всю усыну. Там штрафовать можно только муниципалитет. Ну, просто я так понимаю, вот Николай, пессимист, который, как известно, является хорошо информированным оптимистом, он настроен пессимистично. У меня душа болит. Когда пессимистично брасывают на улицу, теряются они и так далее. Если очень сильно захотеть, то я думаю, что можно сделать все очень быстро. Давайте вот вспомним, да, за сколько сделали софт при коронавирусе с пропусками и так далее. Вот это приложение, стоп коронавирус и так далее. Ну, сделали уже быстро. Вот. Сделали быстро, да? Может, кривовато чуть-чуть работали, но допиливали. Ой, ребята, как сделано? Ну, допиливали там в процессе уже. То есть вопрос в том, что насколько будет заинтересованность со стороны именно органов исполнительной власти, да. И законодательной. Закон-то депутаты принимают? Законодатели-то, я думаю, что примут. Примут. Да. Почему, когда на городском уровне не приняли? Как не приняли? Законодательная на городском уровне. Обязательно чипировать. Больше других в этом плане поработали. Я тебе говорю про то, что себе в прямом переносном смысле вешать всех собак на шею администрация не хочет. Им это не надо. Домашних. Мы говорим про домашних. Я все понял, на бездомных нет денег. Про домашних примут. Когда? Ну, я же не готов. Что Дмитрий Нечаев обязан будет чипировать дональность своего. Слушай, Роман, мы тебе дональность, дональность, все в порядке. Я тебе хочу сказать, что тебе и Николай, и я уже сказали, что сначала должна быть база федеральная. Тогда мы сможем на что-то опираться. А учитывая, что с маркировкой у нас в целом проблемы, как показала практика, например, с алкоголем, я как программист это могу сказать, с маркировкой большие проблемы, поэтому это может быть очень нескоро. Александр, быстренько, действительно базу так тяжело создать, допустим, на муниципальном уровне? Программисты дорого возьмут программисты за свои услуги? Дело в том, что деньги, которые выделяются на это дело, они расходуются очень много куда. И в результате доходят не до тех программистов, которые могут сделать хорошо. Понятно. А мы, к сожалению, дорогие телезрители, израсходовали все отпущенное нам время на программу «Тема дня». Мы говорили о чипировании домашних животных. Судя по всему, это будет еще, наверное, к сожалению, не скоро, поэтому следите за вашими питомцами. Ключевое слово будет, и тут многое зависит от нас, и мы будем в этом направлении работать. Да, прекрасно, далеко. Нам уже столько. Спасибо большое, уважаемые гости. Была программа «Тема дня». Любите животных все-таки и следите за вашими питомцами. Будьте ответственными владельцами. Да. Спасибо.